Василий Гудков привел сына Артема мириться с одноклассником, которому тот причинил вред здоровью легкой тяжести, чтобы подросток получил смягчение приговора суда или избежал его. Но Дмитрий и Вадим Павловы отказываются мириться с криминальной семьей, угрожавшей им жестокой расправой за обращение в полицию. Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая произошла между вами. Инициатором примирения является Василий Николаевич. Пожалуйста, Василий Николаевич, вам слово. Дмитрий, здравствуйте. Что бы вы хотели сегодня обсудить за столом переговоров? Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я хочу вас попросить уговорить пойти на примирение Дмитрия и Вадима Павловых. У наших сыновей Артема и Вадима на баскетбольной игре произошел конфликт. Мой сын Артем в конфликте ударил Вадима по голове, после чего у Вадима было диагностировано сотрясение головного мозга. А в отношении Артема было возбуждено уголовное дело по пункту 2, части 2, статьи 115 Уголовного кодекса. Я прошу вас, Дмитрий, уговорить семью Павловых принять от нашей семьи компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Так, а сколько лет Артему и Вадиму? 15 лет. 15, а Вадиму? Тоже 15. Слушайте, Дмитрий, понимаете, уголовное дело на меня возложено. Мне эта конфликтная ситуация не к чему. Мы с ним не враги, с Вадимом, мы с ним одноклассники, играем в одной баскетбольной команде. Просто в последней игре финальной я допустил досадную ошибку, из-за которой наша команда проиграла. И Вадим, видимо, печальный тем, что я сделал, ну, оскорбил меня, понимаете, на глазах еще моей девушки, которая сделала это на трибунах. Я сам униженный своей ошибкой, оскорбленный своим же сокомандником, ну, понимаете, разлился, не стерпел, ну, треснул ему. Я не ожидал, что удар окажется таким тяжелым, что Вадим потеряет сознание. Сразу после того, как его забрала скорая, мы с отцом поехали в больницу искать примирение. Классное у вас решение, классный у вас способ решения. Мы шли на компромисс, прощить прощения. Но оказывается, что все, с нами разговаривать не хотят. Следователь выписал повестку, что нужно явиться в полицию, что я бандит, преступник, на меня возбуждено огромное дело. Правильно. Ну, понимаете, ну я-то не преступник, Дмитрий, я не хочу себе ломать какой-то финальный гроб. Действительно, лучше разломать ему голову. Добрый день, Дмитрий, можно мне слово? Добрый день, пожалуйста. Дмитрий, все было бы неплохо, мы бы пошли на примирение. Но Гудковы сделали просто все возможное, чтобы мы не пошли на примирение. Их супруга, господина Василия Гудкова устроила просто кавардак в чате в классном. Она оскорбила во всем моего сына. Слушайте, моя мама хорошая личная. Я ничего не говорю, плохо про мою мать. Она защищала меня всего лишь. Да, она защищала. Что она там написала в общем чате? Она обвинила то, что, к чему она это искала, я не понял. Она сказала, что он троечник. После этого в чат вступил господин Василий. Начал оскорблять моего сына, меня. Угрожать, что якобы в 90-е годы за это сжигали квартиры, ломали ребра. За вот это, за то, что мы подали заявление в полицию. То, что мы культурные люди, культурная семья. Для них это дико. Они же быдловатые, посмотрите на них. Да, да, да. Бить по голове можно. В точном случае. Несчастный случай. Ни хер на себе несчастный случай. А у ребенка теперь сотрясение мозга. Что за счастливые тогда у вас случаи? Вот. Потом он не остановился, господин Гудков. Начал названивать мне пьяный. Пьянющий вообще в слюне. И угрожает. Либо ты, говоришь, забираешь заявление, либо ходи и оглядывайся. Он мне. Ходи и оглядывайся вместе со своим сыном. Ну и как? Как с ними идти на примирение? Скажите, пожалуйста, и ответьте мне на вопрос. Дмитрий Сергеевич, я понимаю, я вам честно соболезную. Я поступил неправильно. Но поймите меня, я же будущий мужчина. И мужчина для девушки это стена, это опора. А я казался таким неуклюжим, никчемным в той ситуации. И чтобы отставить свою честь, я никак иначе не мог отреагировать. Ну понимаете, вот игровой момент. Все устали. У всех все в напряжении. И тут подходит мне Вадим, начинает меня оскорблять. Ну конечно, вот он меня оскорбляет. Ну как? Да он не тебя оскорбляет. Ну посмотрите, смотрите, у него руки. Ему треснули. Я не хотел. Кувалки, куда он? Куда ты лупил? Куда ты лупил? Лупили бы цели с отрестением мозга. Получилось так. Ну с кем не бывает. Вас хочу послушать. Дмитрий, вот вообще я против любых конфликтов. И я бы, если честно, примирился с Артемом. Потому что все эти разборки, разговоры я бы хотел закончить. Но, кстати, то, что Артем хочет работать в полиции, я знаю. Он писал на эту тему сочинения в классе. И перед тем классом еще читал. Да, наличие судимости у него явно этому не поспособлено. Но, Дмитрий, поймите меня. Если я дам заднюю и заберу заявление, то все посчитают, что я трус, слабак, не довел дело до конца. Так после этого заявления на меня в классе и так все косо смотрят. Мол, лучше бы на честный бой Артема вызвал. Да пусть косо смотрят. Их надо наказать. Это преступники. Значит, смотрите, друзья, я понимаю, что детский конфликт уже перерос в ваш взрослый конфликт. Давайте все-таки вернемся к изначальному источнику. Вот ребята у нас здесь сидят, уже взрослые мужчины, уже с девушками встречаются. Это, я так понимаю, как раз и стало причиной, что при девушке оскорбили Артема. Конечно. Ну, взрослые мужчины. Да не Артема оскорбляли. Давайте сначала решим этот конфликт. В принципе, я так понимаю, Вадим не хочет дальше продолжать этот конфликт. Но какой-то выход, да? Есть какое-то, может, предложение, что ты, может, должен сделать Артем, чтобы вас не посчитал в ваш авторитет, так сказать. Ну, вы понимаете, если Артем дозанью, хорошо. Но я-то тогда под уголовным делом, и все, жизнь пошла к праху. Я же хотел действительно работать с полицией. Ну, есть какой-то вариант решения вопроса, что бы, допустим, устроило Вадима? Может быть, извинения публичные, опять же, там... Маловато будет. Нет, я могу принести извинения публичным без проблем. Я знаю, Вадим хотел поступить наш клуб. Опять же, получение, понимаете, Вадим, получение компенсации за причиненный вам вред, и в том числе и моральный, и вашей репутации, да, тоже. Это тоже решение вопроса. Так и моральный физический, ему же по башке дали. Значит, что должен кто-то быть уголовно осужден. Вы как взрослые люди, цивилизованные. Здесь как раз за этим столом, и все и договариваются. И никто себя, что он там дал заднюю, никто не считает. Наоборот, цивилизованный способ мирного регулирования конфликта. Дмитрий, я бы хотел урегулировать конфликт, помириться, но при этом, чтобы и моя репутация была как бы не на грани краха. Так, есть какой-то у вас вариант? У меня есть вариант. Нет, я не знаю, просто папа говорит, я прислушиваюсь к совету, что обидчиков как бы... Надо наказывать, конечно. Наказывать, да, чтобы неполадно... Вагим, я понимаю, папа заботится о вашем благополучии, о вашем здоровье, безусловно. Вы единственный сын-то? Да. Да, один сын. Ну, понятно, да, естественно. Но вы взрослые мужчины, и должны тоже разобраться как бы сами, да, с Артемом. Я думаю, что вы вполне адекватные для того, чтобы решить свой вопрос самостоятельно. Слушайте, если вопрос в авторитете, я предлагаю, Дмитрий, следующее. Я могу пригласить Вадима в наш клуб рисовальщиков. Мы учим новеньких рисовать комиксы, там, печатать фотографии на футболках и раздавать. В принципе, наш клуб пользуется популярностью в школе, так что вопрос об авторитете может быть решен таким вот образом. Я могу так предложить. Никаких ресурсов в этом плане мне не жалко для Вадима. И, в принципе, это не составит никаких трудностей как-то организовать. Но мне кажется, все-таки, извиниться публично тоже нужно. Необходимо. Конечно, да, это само собой. Я не против. У меня есть еще какие-то условия. Все-таки у нас компенсация есть. Безусловно, имеете же это право, как повред здоровью. Дмитрий, у меня еще есть предложение ко всему услышанному. Помимо того, что я предлагаю компенсацию в виде 100 тысяч рублей, у меня есть друг, у него санаторий в Сосновом Бару в Подмосковье. Проживание в данном санатории стоит 5 тысяч рублей с человека. Я готов договориться о том, чтобы семья Павлова, Вадим, Дмитрий и их супруга в течение двух недель проживали в данном санатории на полном пансионе с набором оздоровительных процедур. Всей семьей, да? Да, всей семьей. А также Вадим мог остаться еще на две недели дольше, чем родители, чтобы окончательно поправить свое здоровье. То есть это получается по деньгам на 4, да, 210 плюс 7, 280 тысяч рублей. Две недели вы проживаете все вместе в санаторию, потом еще Вадим может там подлечиться, еще какие-то процедуры, еще на две недели. Ну, за сотрясение мозга, если вы про суд говорить, нет, конечно. Тогда решать тебе. Вред, да. Лечился, я так понимаю, Вадим бесплатно, да? Конечно, по полису. По полису. Ну, то есть денежных средств на лечение не было затрачено. Мы говорим здесь только о моральном вреде. Зачем вам суд? Далее в программе. Они тоже причастны к этому преступлению, поэтому я на их соглашение не пойду. Мы низшее звено, мы выполняем то, что нам приказывают сверху. Женщина обвиняет руководителя предприятия в гибели своего мужа. Удастся ли директору избежать судебного разбирательства и примириться с вдовой? Почему мужчина относится к дочери хуже, чем иной отчим? Какую тайну скрывают родители? И чего хочет свекровь девушки? Дмитрий, у нас такая ситуация в школе. Все уже знают о нашем конфликте. Учителя, одноклассники, девчонки у нас косо смотрят, друзья как-то сторонятся. И хотелось бы эту неприятность как-то решить. Все-таки, Вадим, понимаешь, нам же дальше учиться вместе. Мы в одной команде играем. Нам надо как-то мириться. Рушить эти связи просто катастрофично. Потому что, ну как, каждый поодиночке. Я с уголовным делом, ты там с каким-то своим заявлением к чему это приведет? Просто, Дмитрий, вот как я это вижу, да? Все, что Артем сказал, я согласен с ним. Все так и есть. Но, как бы, то, что вот он ударил меня, да, после соревнования по баскетболу. То есть, получается, я жертва. Но в мою сторону больше идет агрессия. Вот этот конфликт со стороны девчонок, одноклассников, там, учителей. Я вам скажу, Вадим, почему на вас такая агрессия идет? Потому что вы подле заявления, да, в полицию. Это правильно с точки зрения закона. Юридически что-то правильно. Но как раз, ну, среди ваших сверстников, как бы, они еще мало понимают о законе. И, как бы, они понимают ничтожность этого вашего конфликта. И что вы не смогли, как взрослые парни, договориться, понимаете? Как бы теряют к вам доверие и авторитет. Поэтому, если вы сейчас договоритесь, пожмете руки, и все одноклассники увидят, что вы взрослые люди, никакого уголовного дела в отношении Артема не будет, то это как раз поставит, да, у вас... Я, опять же, согласен с Артемом, то, что он сказал, что нам продолжать учиться и стренироваться, играть на вот эти жены все. Я согласен. Но только если он извинится перед всеми публично, как бы восстановить там еще место. Я никакого трояльного состояния. Конечно, публично, да. Значит, мы договариваемся о следующем. Проживание в санатории, да? Компенсация 100 тысяч рублей. Две недели всей семьей, две недели еще в один. Отдельно сын, да. Компенсация сколько? 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей сейчас. Да? И извинения. Да. И с кружком, ну, я думаю, что с самым кружком вы тоже разберетесь. На этом конфликт стороны считают исчерпанным? Да. Все договорились. Я считаю, что все должны пожать друг другу руки. И Вадим с Артемом, и отцы их тоже. Да? Да. Все, пожалуйста. Все. Так что, все обошло. Прекрасно. Очень люблю, когда все заканчивается крепким рукопожатием. Спасибо вам большое. Рад был вам помочь. Всего доброго. Спасибо. Стороны договорились. Я считаю, что мы с супругой повели себя немножечко некорректно. Но рад, что наша ситуация таким способом разрешилась. И все будет у нас хорошо. Хорошо, что все разрешилось. Разумным образом, что мы решили конфликт как настоящий мужчина. И что дальше с Вадимом будем поддерживать крепкие отношения. Я доволен и компенсацией, и тем, что все так произошло. И что ребята остались друзьями и будут продолжать играть в команде. А я рад, что мы с Артемом все-таки нашли способ примириться, договориться. Потому что нам все-таки учиться еще не один год. И тренироваться, и играть в команде. И что мы сможем нормально вместе сосуществовать. Эти люди пришли, чтобы договориться. В тюрьму я не хочу. Но обиды плюс темперамент. Такая, сволочь такая. Там правда, значит, оказывается. Все из-за тебя, из-за твоей любовницы. Ничего. Дмитрий Агрис и не таких мерил. Выпейте воды. Лучше вы, конечно, не воды, чем богатой. Смотрите «Мировое соглашение». С вами приятное медиа. С вами Торжа. На нашем телеканале. Ирина Калинина хочет договориться со сватами о найме жилья для молодоженов. Ведь скоро их дети сами станут родителями. И им требуется улучшение жилищных условий. Но Василий и Вера Липкины отказываются помогать дочери, вышедшей замуж и забеременевшей, без их согласия. Несмотря на то, что у родителей и без этого брака было к ней предостаточно претензий. Пожалуйста, Рим Валень, вам слово. Какой бы вопрос вы сегодня хотели бы обсудить с оппонентами? Дмитрий, Максим, мой сын, и Светочка, их дочь поженили 7 месяцев назад. Светочка уже беременна, на 8-м месяце. По УЗИ показали, что у нас будет мальчик скоро. Скоро рожать. Но молодые до сих пор живут в моей комнате. А комната 15 квадратных метров. Вы представляете, даже кроватку некуда поставить. И эта комната находится в коммунальной квартире. А соседи, так сказать, мягко скажем, у меня разные. Один может праздник в любой день недели устроить, а другой может запеть песни в любое время суток. Предела нет. И негожий ребенку в таких условиях расти. А ребята, наши детки, являются студентами 4-го курса. Им остался всего лишь один год доучиться. Сын уже готов бросить учебу и уйти работать, чтобы семью свою обеспечить. Ответственный мальчик. Но я категорически против. Сказал, только через мой труп. Никаких, говорю. Доучиться важно. Доучиться, да. Потому что если он бросит, он потом не восстановится. А без высшего образования он так и будет пожизненно работать на низкооплачиваемых работах. Вам это надо, молодые люди, как говорится. Вот. И Светочке я сказала, ни в коем случае не бросать. Я тебе помогу. Академически, как говорится, не брать. Потому что я буду помогать всеми силами. Я и квартиру им нашла уже. Вот в соседнем доме ее сдает моя подруга. Мы много лет с ней уже дружим. И она нам вошла в это положение. И сказала, вот на этот год, пока ребята учатся, она нам делает большую скидку. Сдает квартиру за 20 тысяч рублей всего. Я 10 тысяч готова оплатить за квартиру. И к ним приходила, к сватам, говорю, давайте я 10, вы 10. Вы оба работаете. 10 тысяч для вас не очень будет так тяжело для бюджета. И наши молодые отдельные. И ребенок будет, наш же внук, расти в хороших условиях. Кто же поможет нашим детям, как не мы? Но они категорически прочь. Ребенок, появление ребенка. Это было как-то запланировано? Студенты, 4 курс? Это, знаете, студенты, 4 курс, да, они хотели пожениться позже. После института встать на ноги. Потом заводить детей. Но тут у нас случилась, к сожалению, трагедия. И сваты об этом знают. Ребята 10 месяцев назад гуляли. И Света неудачно упала животом. И ударилась животом. И у нее один яичник лопнул. Ее на скорую возили. Представляете, в каком состоянии возили на скорую в больницу. И ей оперировали. Один яичник ей вообще удалили. Вырезали. А другой, скажем так, подремонтировали. И врач ей сказал, если она хочет в жизни иметь детей, то ей нужно как можно скорее забеременеть. Потому что у второго большая вероятность, что он воспалится. Его тоже удалят. Но ребята решили, конечно, попробовать без детей. Так как будет женщина жить? И семья-то без детей. Вот. И они... То есть вот это было вызвано, да? Да. И у них получилось, как только забеременеть, они сразу заявление в ЗАГС подали. И вот поженились. То есть у них намерения были действительно серьезные. Да. Да. Узнав о том, что если они хотят ребенка, то его нужно заводить сейчас. Поэтому произошла беременность. То есть это было действительно запланировано. Но по такому трагичному. Потому что ребята рассчитывают жить, дальше вместе, воспитывать ребенка, любят друг друга. Да. Очень любят, берегут друг друга. Понятная ситуация. И предложение ваше тоже понятно. Пожалуйста, как вы относитесь к такому предложению вашей сватьям? Кто начнет? Василий Николаевич, Вера Викторовна. Да, пожалуйста. Ириночка, я с удовольствием бы согласилась на предложение ваше. Я мать, это моя дочка. Но вы вот одна живете, у вас мужа нет. И вам не на кого оглядываться. А у меня супруг и весь бюджет у нас общий, понимаете? То есть я не могу единолично распоряжаться деньгами. А Василий, он против. Против помощи детям. А почему Василий против? Нет. Потому что они зарегистрировали отношения без его согласия. То есть и даже на свадьбу нас не пригласили. Ни регистрацию брака мы не видели. А свадьба была у свати в коммуналке. И какой-то Сеня косой речи поздравительный толкал. И дочка фото в сети выложила. А нас даже там не было родителей. Представляете, как обидно было Василию? Обидно. И я его понимаю тоже прекрасно. Но Дмитрий... Скажите, пожалуйста, Вера, а у вас какая-то конфликтная ситуация с Светланой произошла, с дочкой? Нет, у меня нет. У Василия произошел конфликт с зятем. Он был против их брака, поскольку не очень богатая семья. Вы были против. Да. И поэтому так вышли. То есть вам зять не нравился? Мне все нравилось. Вы так сказать, свое благословение родительское не дали на этот брак. И родительского не было благословения. Они нас не позвали. А чем вам так не понравился зять? Ей 21 год. Зятю 22 года. Да, взрослые люди. Себя должны обеспечивать сами. А не ждать, когда родители им помогут. Светлана для меня отрезанный ломоть. Она вышла замуж. Вышла замуж? Вот и пусть живет замужем. Ну и студенты... Подождите, подождите. На наш день работают еще не годик. У нас есть сын. Младший сын. Ему 16 лет. Он учится в 10 классе. Через год будет поступать. И моя задача, как отца, накопить деньги для сына, который будет дальше учиться. Извините, 10 тысяч рублей в месяц, который просит Ирина. Через год выльется в кругленькую сумму денег, 120 тысяч рублей. И для меня это не маленькие деньги. Ну и жалко детей. Надо же им помочь. Ну кто им поможет? Ну кто им поможет, кроме нас-то, Василий? А почему не понравился вам зять? Скажите мне. Да, дело в том, что... Просто я не знаю. Может, он маргинал какой-то там. Увлекается какими-то запрещенными веществами. Наркоманом, алкоголем. Хороший мальчик. Хороший, хороший. А почему не понравился? Дело в том, что... Достаток семьи вас не устроил. Дело в том, что... Сын мой родной. А дочь? Дочь? Ну так вышло, что... Ну... Тоже мне родная. Вера, о чем... Я так понимаю, Василию сложно говорить. О чем он говорит? Что сын родной, а дочь в каких-то сомнениях. Что у вас? Ну, я бы не хотела вот это все выносить из избы. Так, хорошо. Извините, пожалуйста, Ирина Валерьевна. Могу я вас попросить на несколько минут нас наедине оставить? Я так понимаю, вашим сватом сложно при вас говорить. Спасибо большое. Что за история с дочерью? Почему такое жестокосердие? Дело в том, что, по большому счету, ни Светка, ни ее будущий, и ребенок, ну, мне никто. Почему это? Ну, когда дочери было 12 лет, я узнал, что жена мне изменяла. И изменяла с нашим бывшим соседом по даче, которого я терпеть на дух не мог, и с которым у меня постоянно были контры. Успокойся. Ну что успокойся? У меня это сто лет уже прошло. Сто лет. Что ж вспоминаю? Так, сосед по даче. Я сделал тест ДНК, и он подтвердил, что я не являюсь отцом дочери. Жена мне тогда попросила не рассказывать ничего дочери. Света не в курсе? Конечно, нет. Нет, никто не в курсе. Я согласился, ничего не стал рассказывать. Но согласился жить с дочкой, терпеть ее, пока ей не исполнится 18 лет. Но как только ей исполнится 18 лет, пусть живет одна, самостоятельно. Я помогать ей ни в чем не буду. Вы в этой ситуации обижены на свету. Вы ее нашли крайне здесь. То есть не супругу вашу, которая изменила вам с соседом, не сосед, который вступил в отношения с женатой, замужней, простите, женщиной. То есть вы нашли крайне в этой ситуации свету. Но выходит что-то так. Которая даже не в курсе, что вы ей не родной папа. Да. Которая сейчас чувствует, вообще не понимает, что происходит, почему сейчас отец к ней так относится. Вы понимаете, да, как это выглядит со стороны. Она-то в чем здесь виновата? Она появилась на свет. Она считает вас родным отцом. Она что, она плохая девочка какая-то. Она что-то вам сделала плохого в этой жизни. Я понимаю, что вам смотреть на нее и знать, чья она дочь, неприятно. Но вы ее вырастили. Ей 20 уже, извините, лет. Спасибо, что вы это понимаете. Но сами поймите и меня. Когда маленькая кроха, нянчить ее, менять все, ползунки там. И тут вдруг узнаешь, что вот эта кровинушка, она не твоя. Ну как? Далее в программе. Они тоже причастны к этому преступлению, поэтому я на их соглашение не пойду. Мы низшее звено. Мы выполняем то, что нам приказывают сверху. Женщина обвиняет руководителя предприятия в гибели своего мужа. Удастся ли директору избежать судебного разбирательства и примириться с вдовой? Ну, Василий, бывают такие ситуации в жизни? Бывают. Я вас тоже прекрасно понимаю. Бывают. Но сейчас вы... В любом случае, она вам не чужой человек. Вы 20 лет растили эту девочку. Она вам... Отец, извините, не кто зачал, а тот, кто вырастил. Вы для нее, отец, будете всегда на другого не знает отца. А он вообще ее отец, сосед-то... Нет. Он жив, здоров, обеспечен, но он ничего не знает, потому что... Обеспечен. Да. А может быть, Вась, ты к Андрею сходишь и с ним поговоришь? Может быть, тогда ему сказать, что у него дочка есть взрослая, и он в коре дедушка станет. Он с удовольствием поможет. Послушайте, вы вообще что ли с ума посходили? Ну, еще не хватало, чтобы вот эту историю... Давайте будем выносить на людей, а? Как да? А кто же детям будет помогать? Если ты не хочешь... Василий, так вопрос-то 10 тысяч рублей. Помочь дочери? Ну, хорошо, если вы говорите, что вы ее вот прям все эти годы терпели, смотрели, видели в ней этого своего там соседа, соперника... Ну, хватит на него, ну что вы, я не знаю просто... Нет, послушайте, Василий, это очень благородно, что вы решили сохранить семью, несмотря на то, что узнали, что Света не ваша дочка. Ну, уж надо это благородство как-то дальше продолжать. 10 тысяч рублей. У вас скоро появится внук или внучка. Внук. Внук, да, мальчик, по-моему, да? Да, мальчик. Вы скоро дедушка с бабушкой будете. 10 тысяч рублей. Вот сейчас они живут вместе. Все, она от вас как бы вот уехала. Один год просят снимать им квартиру. Никакие-то, я не знаю, они эти деньги не могут брать. Ладно, ладно, ладно. 10 тысяч рублей. Фиг с вами. Выделю я деньги на съем квартиры. Ну, только чтобы от меня просто все отстали. И мозги мне не пудрили. Ой, Василий. То есть вы согласны? Ну, так бы, горжусь тобой. Конечно, Ирина Валерьевна, отлично. Александра, пригласите, пожалуйста, Ирина Валерьевна к нам обратно в кабинет. Молодец. Молодец. Ну, это ваше дело, Света, говорить об этом или нет. Мне кажется, в данной ситуации ей сейчас не до этого. Не совсем, да. Лучше пусть ребеночек здорово родит, все нервнички нельзя. Ирина Валерьевна, пришли мы к соглашению. Согласен Василий и Вера на компенсацию расходов по снятию жилья для молодых. Спасибо вам большое. Спасибо вам, ребята. Все, договариваемся. На один год заключать договор вы помогаете. Спасибо вам большое. Я очень рад, что вы договорились. Но у меня только будет пожелание. Какое? Пусть тогда ребенка, внучка, в честь меня назовут Василием. Тогда и будет им помощь, пока свой институт не закончат. Вообще с этим, потому что они с удовольствием хотели назвать своего сына в честь вас. Потому что Максим хочет с вами подружиться. Давайте, ладно. Все замечательно. Я надеюсь, у вас все будет хорошо, что ребеночек родится, все будет нормально. Ребятам здоровья, вам счастья. Я вас тоже. Все, спасибо вам. И удачи, всего доброго. Будем Василия Валерьевна сдать. Спасибо. Спасибо. Стороны договорились. Я очень довольна нашей встречей. Я получила то, что хотела и зачем сюда пришла. Теперь молодые будут жить отдельно и воспитывать нашего внука в человеческих условиях. Спасибо. Самое главное – это мир в семье. Что дети пристроены, что внук родится в хороших условиях. Я благодарна и горжусь своим мужем. Вась, ты все правильно сделал. Ну, если жена так говорит, значит, сделал правильно. Здесь Дмитрий Агрис без мантии. Ну, и что делать будем? Бесплатная юридическая консультация. Обиды, измены – это отдельно. Уголовное судопроизводство – отдельно. И шокирующее откровение сторон. Ну, мы выпили, хоба, не успели оглянуться, и мы в койке. Ничего не было такого, ему приснилось. Полезно и захватывающе. Мало. Миллион. Полтора миллиона. Полтора миллиона. Только заткнись. Это мировое соглашение. То, что прозвучало за этим столом, останется за этим столом. На нашем телеканале. Директор предприятия Вадим Полынин хочет выплатить вдове погибшего работника денежную компенсацию. Лариса Гуляева считает директора виновным в гибели своего мужа и намеренно доказать это в суде. Кто начнет? Начнем мы. Вадим Петрович, пожалуйста. Я являюсь директором предприятия, и год назад наш сотрудник, Семен Павлович, супруг Ларисы Сергеевны, трагически погиб во время исполнения им служебных обязанностей. Мы заявили в прокуратуру. Оказалось следующее. Семен Павлович проводил собственное расследование. Он считал, что наше предприятие проводит хищение государственных средств. И, как оказалось, был убит нашими заказчиками. Они понесли наказание. Они были арестованы, виновные были найдены и находятся в местах не столь отдаленных. Мы хотим в качестве компенсации выплатить 200 тысяч Ларисе Сергеевне, так как понимаем, в каком сейчас состоянии она находится. Тем более у нее на руках осталась малолетняя дочь. То есть, Вадим Петрович, вы говорите, был убит муж Ларисы Сергеевны вашими заказчиками? Как оказалось, да. Это кто был ваш заказчик? Ну, у нас вертикаль, мы самое низшее звено, и заказчики, которые заказывают нам строительство дорог, как оказалось... Я так понимаю, Семен Павлович влез в какое-то расследование проводил. Семен Павлович считал, что мы, наше предприятие, проводит хищение государственных средств. И проводил собственное расследование. Да, я понял. Через нашу голову. И вот был найден. У меня еще вопрос, все-таки, к Ольге Викторовне, как к юристу. То есть, это не был несчастный случай на производстве? Нет, нет, Дмитрий, это был не несчастный случай. Как это произошло-то? Как его убили? Прямо на работе или что? Это было в рабочее время. Да, в рабочий день. Но вины предприятия в случившемся нет. Но Лариса Сергеевна идет по пути, по такому пути, что винит руководство предприятия, на котором работал ее супруг. И на этом основании она приняла решение всеми доступными способами мстить. Она собирает информацию непроверенного содержания о наличии якобы правонарушений в деятельности нашего предприятия. Подкрепляет это разнообразными слухами, распространяемыми нашими конкурентами. И со всей этой информацией она намерена обратиться в суд. Почему она выбрала такой подход, не ясно. Так как мы уже озвучили, что виновных нашли и наказали. А давно это произошло? Убийство? Дмитрий, я прошу прощения, но я не могу больше молчать. Это просто возмутительно. Они просто сидят и нагло врут, что они там расследование проводили, что полицию подали в прокуратуру. Так это только благодаря тому, что я сама собственное расследование проводила. Только благодаря этому это преступление и было раскрыто, потому что они палец и палец не ударили, чтобы его найти. А когда это случилось, на минуточку, мой муж был на работе и руководил своей рабочей бригадой. А кем работал супруг? Он бригадир. Бригадир. Он бригадир. Работал в этот день на работе. И это случилось в этот день. Мой муж действительно неоднократно говорил мне о том, что они занимаются тем, что распиливают эти деньги, которые им приходят сверху на исполнение вот этих вот госзаказов. Но дело-то в том, что они-то действительно причастны к этому. Потому что если бы не они как ячейка, как звено вот этой всей системе, ничего бы этого не было, это именно они сообщили своим, своим, как это называется правильно, заказчикам. Забыла это слово. Короче, не важно. Просто они доложили, что это мой муж копает под них. Да, он честный человек. Он неоднократно говорил о том, что они это делают. И мне говорил, и на собрании говорил. И люди, которые с ним работают, об этом знали. Так вот, возмущительно то, что когда я приходила, будучи еще до девятого месяца беременности, к ним, чтобы они хоть что-нибудь сделали, чтобы мужа моего найти, они смеялись надо мной. Они цинично называли его бездельником. Найти он что, пропал? Да, он пропал. Он пропал. Я поясню, во время обеда он отошел в магазин и не вернулся. Было заявление в полицию о пропаже. И ровно через год нашли тело. А, то есть вы год не могли найти его? Да, именно я год-то его искала, а не они. Мы все прекрасно знаем, как вы обманываете, как вы вместо 10 сантиметров снимаете 5 сантиметров асфальта, как вы вместо замены нормального покрытия, вместо того, чтобы подложить нормальный битум, вы льете туда дешевую какую-то мастику, для того, чтобы... Это просто даже элементарно. Дорогу нужной ширины вы не делаете, вы экономите на это. Вы на безопасности людей экономите. Сколько несчастных случаев у вас было на работе? Я уже не говорю о том, что они один и тот же контракт проводят на разных уровнях. На местном, на региональном, на областном. Из трех мест получают деньги за один и тот же фрагмент дороги. Понимаете? И все это почему? Потому что у них есть возможность с этими фирмами, однодневками, которых чиновники пригрели, с этими фирмами делить эти деньги. Дмитрий, позвольте сказать. Да, пожалуйста. На нашем предприятии работает более 300 человек. Простые работяги, они все находятся, проживают в том же поселке, где и жил погибший. И вот я хочу спросить. Вот вы домыслы свои здесь говорите, что мы воруем, что мы неправильно срезаем. Это все самые обычные домыслы, но это очень сильно влияет на репутацию нашей фирмы. И вот у этих сотрудников, у 300 человек, есть дети, семьи, престарелые родители. И вот если нас закроют благодаря вам, то как вы будете им смотреть в глаза? Скажите, пожалуйста, Ларису Сергееву, вот вашему супругу, прежде чем заниматься этим, надо было просто пойти в полицию и сделать заявление. И это их дело. Что, собственно, и произошло? Они расследовали. И все показали. Виновные наказаны. Понимаете, что дело? Это домыслы? Да, это домыслы. Про которые вы говорите? А мы, я вам хочу сказать. Благодаря этим домыслам, Дмитрий, благодаря этим домыслам прокуратура смогла хотя бы разобраться в этом преступлении, найти виновных, и они тоже причастны к этому преступлению. Поэтому я на их соглашение не пойду и не соглашусь. Я хочу еще добавить, что мы низшее звено. Мы выполняем то, что нам приказывают сверху. А его величество чиновник, его величество чиновник, может быть, где-то что-то там решает. Да, у этих фирм, кто-то мы сотрудничали, даже лопаты нет, чтобы ваши контракты сделать. А мы обычные рабочие люди, мы работяги. Наше дело работать и получать контракты. Поэтому еще раз я хочу сказать, давайте примиримся. Мы готовы выплатить компенсацию 200 тысяч рублей. Давайте простим друг друга. Это самое лучшее решение, которое может быть в нашей ситуации. Мария Сергеевна, а у вас цель-то вообще какая? Просто вы даже... Я слышу, что вы сумма, у вас она даже не интересует. Мы можем и без них пообщаться. Наедине, да, конечно. Можно попросить вас, да, Ольга Викторовна, Вадим? Петрович, несколько минут приемной подождать. Мы с Ларисой Сергеевной наедине пообщаемся. У вас какая цель сейчас? Вы что хотите? Дмитрий, понимаете? Вот они говорят, мы заботимся, мы все сделаем, мы хотим. Вот эти 200 тысяч, которые они мне предлагают, это просто для них ни о чем. Это просто копейки. У него, вот у этого, Вадима Петровича, одна зарплата официальная, миллион. Это помимо тех денег, которые они еще распиливают. То есть вас сумма не устраивает? У меня сумма не устраивает. Или у вас какая-то другая цель? Вы знаете, сколько мне пришлось пережить в этот год, пока я искала мужа? Я слышу по вашей речи, что вы говорите, вы прям вникли в эту тему. Да, я эмоционально, потому что... Я так понимаю, Семена Павловича тоже это не устраивало, я тоже каким-то своими расследованиями занимался. Да, он был просто очень честным человеком. Но у вас сейчас ребенок маленький. Да, у меня маленький ребенок, и я не согласна. Сколько лет? Дочка даже у вас сколько лет? Скоро год будет. Скоро год будет, то есть совсем маленькая. И вы хотите сейчас одна бороться с этой системой? Коррупция, это бич нашего времени. И может быть, не только нашего. В принципе. Но есть компетентные органы, которые должны этим заниматься. Вы одна хотите на себя, на свои плечи это взвалить, эту борьбу? Но есть же свидетели. С ребенком? Свидетели? К одному из них я ездила уже 2000 километров, для того, чтобы просто поговорить. И они подтвердили, и они подтвердили вот эти все... А он поддержит вас? Это он в личном разговоре вам что-то сказал. А эти свидетели поддержат вас, например, в судье? Как вы считаете? Просто людям обычно люди с этим не связываются. Потому что они знают, что если связаться, то можно закончить так же, как Семен Павлович. Я понимаю ваше горе. Я понимаю, что вы потеряли мужа, ребенок потерял отца. Вы просто, я сейчас хочу спросить, вы готовы к этой борьбе? Вы хотите дальше тратить свое время, деньги, свою энергию и силы не на воспитание ребенка, а на борьбу вот с этой компанией. Я понимаю, что для них 200 тысяч копейки это вообще смешная сумма. Такое даже издевательство, я бы сказал, над этой ситуацией. Может быть, подумать, давайте сумму увеличим. Получить с них компенсацию, на которую вы с моральной, со справедливой точки зрения, да, имеете право. Хорошо. И борьбу потом продолжать, ну, в каких-то посильных для себя способами, посильными. Хорошо. Вы пригласите их, я завучу свое решение. Хорошо. Александр, пригласите, пожалуйста, Вадима Петровича и Ольгу Викторовну обратно в кабинет. Пожалуйста, Вадима Сергеевна. Итак, эти 200 тысяч, которые вы мне предлагаете, это ни о чем. Это для вас сущие копейки. И не заменят мне мужа, кормильца семьи, не заменят отца моему ребенку на всю жизнь. Какое ваше предложение? Это миллион. Миллион рублей. Ну, у вас и завтра и меньше. Но это еще не все. Что еще? Дмитрий, я хочу, чтобы в мировое соглашение был включен пункт, который заставит их исправить все недочеты по технике безопасности. Потому что из-за того, что они нарушают эту технику безопасности, погибают не только их сотрудники, коллеги моего мужа, но и обычные граждане, наши сельчане. А что, прокуратура за этим не следит у вас? Они экономят на спецодежде, на ограждениях. Из-за этого в прошлом году погиб ребенок. С отцом они ехали и провалились от котлована из-за того, что не было ни ограждения, ни освещения. Ну, и их сотрудник, коллега, попал под колеса самосвала, потому что не было спецодежды. Поэтому пусть это будет в мировом соглашении, они должны все это устранить. Ну, в принципе, можно вписать такое условие. Вообще-то, я даже не понимаю, это даже не условие, это ваша обязанность исполнять эти требования. Я так понимаю, проверка уже возбуждена, по этому факту. Да, да, конечно. Дмитрий, вы видите, Один миллион рублей. В эмоциональном состоянии находится Лариса Сергеевна, поэтому мы во всем виноваты, конечно. Мы все устраним, мы принимаем решения, мы согласны на эти условия. Один миллион рублей, спецодежда, котлована, мы все выполним. И пусть прокуратура тоже займется этим, если вы... Ну, в любом случае, Лариса Сергеевна за один миллион рублей получает компенсацию, и дальше не идет в суд по поводу именно компенсации за смерть супруга. Да, да. А уж извините, то, что у вас сейчас есть проблемы с прокуратурой, с правоохранительными органами, эти проверки, уже никто, естественно, Лариса Сергеевна здесь не в силах их остановить, это уже вас будут проверять на всех, в том числе, на коррупционную составляющую. Ну, по крайней мере, требования Ларисы Сергеевны по поводу компенсации мы здесь разрешили. Да, да. миллион рублей и устранение техники безопасности. Да, безусловно. Все. Я рад, что вы договорились, рад был вам помочь. Все, всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Стороны договорились. Мы работаем на те деньги, которые нам спускают. Поэтому ни о каких хищениях не может быть и речь. Я, как юрист предприятия, отрабатываю каждый случай, выявленный на нашем предприятии, правонарушениях, но данная ситуация послужит нам уроком. Я надеюсь, что это будет действительно уроком для сотрудников этого предприятия, а жители будут знать, какие могут быть проблемы и надеюсь, что с ними не столкнутся. Оказывается, можно развестись. Я думаю, не стоит нам обращаться в суд. Да, безусловно. Что ж вы в суде будете это белье полоскачать? Поделить имущество. Да какие 50 тысяч рублей? Я требую миллион. И остаться друзьями на всю жизнь. Дорогая моя, пожалуйста, не вычеркивай меня из своей жизни. Учитесь договариваться. Мы не согласны. Мы не согласны. Это выгодно. Зачем вам суд? Мировое соглашение каждый будний день на нашем телеканале. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин